Всем привет, дорогие друзья, с вами Филандрик и сегодня я буду проходить игру под названием Hearthfire 4, это мод Darks of Fire, Hover. Поздравляю всех мужчин, мальчиков, корней с праздником 23 февраля, потому что эта серия скорее всего будет на 23 февраля, а записываю я её ночью. Вот. А мы продолжим развивать наш Советский Союз. Польша разорвал пакт на нападение. Да, что-то плоховато. Здесь что мы можем взять? Наверное, гибкую организацию. Хорошо. Так, что мы пока не можем взять. Так, как на Соске у нас тут стоит. Мне вот интересно, мы здесь сможем выйти в этом. Дальше по фокусам. Я так понял, здесь нужно выбирать нам Тухачевского. Ну, я сделаю скорее всего два прохождения здесь. Нет, нет, нет. Там, где мы это всё делали. Так. Меня интересует вот здесь. Движение Штору ставить в государстве. Ага, КВД. Начать в Великую Чинку. А здесь мы, получается, не сможем. Да? Видимо, да. Ну, ладно. Ну, ладно. Давайте продолжим. 18 июля. 1934 года. Фильм дает право на проходы войск, кстати говоря. А зачем я проводил антициалистические рейды? Не знаю. Я думаю, это были антидемократические. Ну, ладно. Так, здесь мы пока это можем убрать. Вот, я хотел посмотреть в наше окно экономики. Здесь мы что? Здесь прирост политвласти на минус прирост усиления. А здесь наоборот, минус 2% стабильности. Зато здесь плюс 3% и плюс исследование. Здесь у нас всего. Плюс 50% организации. Плюс 20. Так, 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 так. Вот я даже не знаю, что из этого лучше взять. Сколько? Скорость в организации плюс 150%? Плюс 10. Организация дивизии плюс 20. 10. Скорость в отделении плюс 10%. 5. Атака дивизии плюс 10%. Давайте возьмем, да? Теория, при этом, теорию народного фанта не сделали. Давайте возьмем сейчас. Седьмой всемирный конгресс Коминтерна. Здесь мы изучили дрели. Улучшенные. Так, дальше, что мы здесь возьмем? Скорее всего. Давайте возьмем, я не знаю. Вот это вот. Новые какие-то тракторы. Учите. А, механизированная... Аграрная культура. До сих пор, да? Многословия немецкого народа. Ну, здесь прям... Смотри-ка. Германская армия уже потихонечку растет. Мы уже, кстати, с ней в фабриках почти одного. У них уже, извините меня, в 34-го столько. По заводам мы пока что выигрываем. Сейчас мы возьмем конгресс коммунистического, а потом... Так, 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 так. Так, здесь мы сейчас возьмем все, что нам... Вот это вот. Ресурсопродажность, Трохановское движение. Военно-бизнес-лим плюс. Так, так, так. Терилизации плюс. Так, хорошо. Здесь мы что можем? Система охота за детьми. Отменить систему. Нормирование. Но здесь мы сможем получить третий пятилетний план. Здесь мы сможем убрать дебафы. Очень хорошо. Третий боку движения. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Трактористы движения. Массовую механизацию сможем провести. Крупнейшие киевские учения сейчас, скорее всего. Хотя нет. Я сейчас думал еще взять красный флот. У нас, кстати, тем более верфь в плюсе. Смотри-ка. Давайте выделим, что ли. У нас уже, ну, то есть через тысячу дней мы разберемся с дефицитом винтовок. По 22 винтовки мы делаем в день. Я считаю, неплохо. Ну, по 21, ну ладно. С артиллерией через две тысячи дней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. С танками точно так же. Седьмой конгресс-комиссической партии мы взяли. Дальше что мы здесь? Доктрину. Давайте, ладно, объявим доктрину Молотова. Всемирный конгресс-коминтерна. В Москве единый против фашизма. Будет добавлен идея интервентионизм. Что-то с эффективностью зарубежных т.д. Лимит напряжен для выбрегаться целью. Напряжен для сленоселиза. Уровень напряжения для права и добровольцев. Уровень напряжения для гарантии. Время время. В принципе, неплохо. Только где он? Так и не пойму. Подожди, может, он сейчас добавил сюда, нет, вроде. Давайте, что ли. Какие у нас сейчас войны в мире? У нас здесь война идет. Учанская война. Республика Боливия. То есть здесь демократы. Республика Парагвай. Тоже демократы. Ладно. Ага. Хотя мы можем послать добровольцев. Две девизии, между прочим. А здесь у нас кто? Здесь у нас авторитаристы. Авторитаристы. Давайте отправим, что ли. Воевать. За кого? У кого тут больше? В Боливии, наверное. Может, и нет. Давайте я прямо в Парагвай, что ли. Добровольцев. Так. Пишущую машинку мы изучили. Изучили. Давайте теперь изучим, что у нас есть. По артиллерии. 7-6 миллиметров. Пушка нам пока не нужна. Давайте изучим новую винтовку. Мосинку. И отправим дивизий в Парагвай. В виде двух дивизий. Вот давайте как раз. В виде двух дивизий как раз таки. Давайте вот так вот. Взяваем. Вот так. Так. Кто у нас здесь самый такой хороший на оборону? Тимошенко. Давайте возьмем любого. Давай. Хорошо. Отправляем добровольцев. Почему? А, минус 2. Серьезно? Без проблем. Без проблем вообще. Что по поводу Великобритании? До сих пор. Сколько у них выдают в инцидентах? 5 штук? Вы чё? Британцы. Ну, по-моему, чё-то не это. У нас уже 65 фабрик. Здесь мы можем взять частичную мобилизацию уже, да? Давайте так и сделаем. Здесь у нас уберутся многие дебафы ненужные нам. Да, скоро у нас, так сказать. Делаем выбор молотова. Делаем выбор молотова. Убит. Убит суверенный Югославии, глава МИДа Франции. Интересно. Делаем выбор. Гастон. Здравствуйте. Републику в Айрванд. А, ну да. У нас здесь антанта отдельная французская. Ну, хорошо. Сейчас мы объявляем о доктрине молотова. Уходим в промышленность сразу же. Дальше у нас что там? Рак моего врага. Это 30 дней мы ждём. Хотя мы можем сейчас взять НКВД. Ага. У нас тут политики. Но при этом... Нет, мы сейчас берём прагматичный рост в целевомках. Хотя... Давайте возьмём вот на материальное стимулирование труда. Выбор молотова. Извини, Максим, всё изменилось. Сателлит. Япония пока что... У нас ни с кем не воюет. Хотя на дворе 34-й год. Конец 34-го. Уже октябрь. Сейчас мы, конечно, потратим немного денег, но мы возьмём промышленный ЭТОС. Это плюс. И ещё у нас будет производство. Это плюс. И ещё у нас будет производство. Давайте закупим. У тебя. Отлично закупили. Теперь должно всё производиться начать. Тяжёлое орудие вообще у нас не производится. Минус 8 тысяч до поснащения. Ой, как плохо. Очень плохо. Можем, в принципе, оправдать цель войны на Эстонию. Всего лишь 230 дней. Давайте так и сделаем. Эти дивизии снимем. Правильных на Эстонский фронт. Дивизия у нас в... О, в каком состоянии они. Не в очень хорошем они состоянии. Я бы даже сказал в Говняном. Ну, хотя бы организация уже до 50 выросла. Хочешь, что-то у нас есть. Войсю Сталин доволен эстонскими провокациями. Ну, хотя бы организация уже до 100 вырастет. Совершенствующая система ухода за детьми. Так, бригады мы изучили. Понтонные инициативы мы взяли. Давайте сейчас возьмем. Медики, медики. Модная рота. Вот разведку возьмем. Почему будет? Разведка тут уже полезна. Очень даже. Очень большие проблемы зато поснащение. Очень большие проблемы. Зато у нас есть какие-то танки. Офигенно. Сколько движений? Ну, сто дней. Всего три штучки. А, уже, видимо, четыре. Хотя нет, их три. Мимян Тамори. Значит, бедный старик Киров умер. Это потеря для Советского Союза. Топор подточен. Движения Шторма. Шестерма. Чужие элементы. Это надо было братьям КВД. Ну, мы не успеем его взять. Так, здесь дивизии у нас стоят. Какой там срок должен быть? 28 декабря 34 года. Да без проблем, в принципе. Нам бы вот от этой... Вот от этих дебафов избавиться. Вот было бы получше. Здесь бы прям вообще все подлетело. Я думаю, очень хорошо было бы. Так, у нас 90% Коммунистической партии нашей. А что у нас по поводу достижения? Награды. Нам нужно 95%. Она вроде как потихонечку растет. Через 10 дней мы совершенствуем уходу системы за детьми. Систему ухода за детьми. Ухода системы, блин. Польши тут есть фокусы, но они не переведены. Генеральный штаб. Общий. С. Ну а то, что Великобритания, конечно, это меня очень сильно немножко раздражает. Анархистские восстания здесь. Скоро начнется гражданская война. Через два года уже. Никто не может сказать, что мы не думаем о детях. Опа. Еще плюс. Еще плюс. Плюс еще объем заводского производства. Ну и здесь мы сейчас берем тогда завершитель. Как менять систему нормирования. Ой, а зачем мы это уберем? Что нам это даст? Давайте не будем. Давайте возьмем сразу же КВД тогда. И закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в нашу группу в Дискорде. Заходите в нашу группу в ВКонтакте. Проявляйте там свою активность. Добавляйте меня в Дискорде и ВКонтакте. Комментируйте. Ставьте лайки. Делитесь этими роликами с друзьями. С родителями в школе. Где хотите. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фландри. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok